Добрый день, уважаемые коллеги! Теме построения, создания национальной системы пластиковых карт последние месяцы уделяется особое внимание. Мы знаем, что президент поставил задачу для Банка Акна России, которая формулируется таким образом, что необходимо обеспечить контроль и стабильность платежей по всем картам, присутствующих на рынке платежных систем, а также создать российскую национальную систему пластиковых карт на базе отечественной национальной карты. При решении этой задачи, очевидно, возникают две национальные системы пластиковых карт. Первая система – это система, которая базируется на использовании карт международных платежных систем, и вторая, которая базируется на использовании российской карты. В общем случае, эти платежные системы могут быть совершенно разными. То есть у них могут быть и разные правила, тарифы, могут быть абсолютно разные операционные, платежные, клининговые, расчетные центры. Сегодня пока задача ставится таким образом, чтобы объединить эти две платежные системы в рамках одной, но в целях повышения эффективности работы такой национальной системы платежных карт, безусловно, в будущем нужно будет рассмотреть возможность разъединения этих платежных систем для обеспечения конкурентоспособности. Но я хотел сказать, что в связи с санкциями, которые сегодня применяются к России, эти две платежные системы рассматриваются как, соответственно, первый эшелон обороны, обеспечения стабильности операции по пластиковым картам внутри России и как второй эшелон обороны на случай, не дай бог, ухода с нашего рынка международных платежных систем. Собственно, очевидно совершенно, что национальное платежное приложение необходимо иметь только в случае, если мы приступаем к реализации национальной системы пластиковых карт на базе собственной карты. Основное требование к платежному приложению является, очевидно, юридически-политическим. Права на это приложение должны контролироваться российскими институтами, российским государством. Ну, например, в качестве такого примера может выступать технический комитет 122 стандарта финансовых операций. Если посмотреть на рынок, то все сегодняшние платежные приложения являются интеллектуальной собственностью. Либо ведущих игроков рынка, таких как Visa, MasterCard, American Express, GCB и нейтральных с точки зрения операционного бизнеса компаний, таких как MVCO и поставщик карт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова